Ну что ж, давайте сначала с вами поприветствуем. Здравствуйте, дорогие подписчики зрительного канала, с вами снова Кролл, и мы продолжаем играть с вами в The Walking Dead, новый убежь. Мы уже близко. Эй, Клем. Да, тут рядом. Должен сказать, надеюсь, твои живы-здоровы. Элеонор перед уходом просил меня о них позаботиться. Да? Так точно. Вот это я и собираюсь сделать. Хотя нахрена ты ей сдался, я без понятия. Она хороший человек. Тут нет никакой особенный тайный трип. Просто она хороший человек. Да, сердцу Элеонора золотое, это точно. Ребята, это здесь. А тут что-то произошло. Черт, забор. Потому что тут что-то горит. Ну и месиво. О-о-о. Ну, зомбачи тут все-таки походили, да? О-о-о-о. Их переубивали. Тут была драка. Боже. И тут было сотни. Кейт, хорошо справляйтесь в крестных ситуациях. Она бы нашла убежище. Что это? Это ходячий. О-о-о. Это что-то она же у меня была. Ну-ка возьмем. Сначала естественно мы ее возьмем, а потом мы проколем ему череп. Засранцу. Ага. Почувствовал меня. Так. Тут есть что-то. Марианна. Марианна. Марианна, ты здесь? Отлично. О боже мой. Ты жива? Не могу поверить. Ты же сказал мне, где спрятаться? Вот я и сделала, как ты велел. Запрись и не улезай, даже если все стикнет. Твои слова крутило в голове, как пленку. А потом я услышал твой голос. Ты сделала все в точности, как надо. Я всегда знаю, что ты умная девочка. Спасибо. Сначала было страшно, но когда ходячие перестали меня видеть, они просто проходили мимо. Кейт. И твой... Где Кейт и твой брат? Мы потеряли друг друга, когда пришла та огромная толпа ходячих. Кейт крикнул, чтобы они постараются прорваться обратно к фургону, значит, нам туда. Найдем твоего брата. Я бой. Пойдемте, дойдем. О, нет. Фургончик-то так себе выглядит. Ну, там наверняка никого нет. Нет, никаких признаков не видно. Может быть, они куда-то спрят, перепрятались, да? Кейт? О, сколько их там. Вон они. Они там заберут. Марианна назад. Их можно отманивать, наверное, как-то потихоньку. У него ствол есть, карабин. Он может их перестрелять, в принципе. Но, наверное, мы вряд ли разберемся вручную. У них слишком много. Так. Может быть, я, конечно, ошибаюсь? Ладно, у нас есть шансы. Окей, я ошибаюсь. В трем... В трехе мы сможем очень даже... О, боже. Ты смотри, прикладом как бьет. На! Сранец. Хави! Кто-то кричит мне. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Нормально, подсобил. Лезет, сука! А, нормально, справилась. Молодец. Вот так вот. Хави! Хави! Ты дошел нас! Эй! Эй! Все в порядке, я с тобой. Ты рад меня видеть? Поцеловать, Кейт. Просто... Это просто мы с тобой. Я рад вас, естественно. Я рад вас всех видеть. Рад чтобы целое. Еще по пару минут. Мы могли быть уже не целое. И тут вдруг ты появляешься в самый нужный момент. А, ну да. Само это бывает. Я меня в каких они отношениях. Я просто целовать, не целовать. Ладно. Я хотел пойти за тобой. Честное слово хотел. Не надо по этому поводу соплями заливать. Я думал, вы погибли. Ну, типа, все погибли насмерть. Я думал, вам конец. Этого я бы никогда не допустил. Ну да. Но тебя же не было. Пришло стадо. Да, Марьяна потерялась. И мы все ждали. И ждали. А потом... Ну, ну, я была так жуть, как страшно. Теперь я здесь бояться не нужно, сын док. Эй. Эй. Ты что, поранился? Масса скриптинг. Должно быть поцарапал в грузовике. Даже не заметил. Эй. По крайней мере, это не укус. Нам тут нечего делать. У меня есть подруга врач. Если мы вернемся в пресс, как она тебя золотает. Кстати, меня зовут Трип. Приятно познакомиться. Надо скорее возвращаться. Не хочу зря испытывать удачу. А что это за девочка с большим стволом? Она спасла мне жизнь. Понятно всем. Чтоб вы знали. Провернула целый делок, могла мне одолеть того урода, что забрал меня. Вот вас. Ее зовут Клементина. Привет. Рада, что смогла вам помочь. И мы тебе очень благодарны. Правда. А здесь неподалеку есть город. Там безопасно. Звучит привлекательно. Хави, а там есть горячая вода? Даже такая, знаешь, чуть теплая вода сошла бы. Ай, зря ты не сомневайся, что есть. Залезла в ванную и не вылезу, пока пальцы не сморочится. Между нами, говорят, такие операции обычно кончаются гораздо хуже. А ты нашел с раз всех до единого. И причем живыми, здоровыми, в неплохом настроении. Видимо, я просто везунчик. Таких везунчиков я в жизни не встречал. Че-то какой-то ты старик. Видимо, реально все очень плохо. Когда вернемся в Прескотт, ты все еще должен мне машину, которая ездит. Я не забыла про наш уговор. А мы ничего не говорили. Я не хочу выходить из этого. Других машин, кроме этого фургона, у меня нет. Так что давай договоримся по-другому. Я знаю, что ее не так просто найти, но... Класс. Наушнички. Конечно, рабочие у тебя. Твой плеер, кстати говоря. О-о-о-о-о-о! Твою-то мать! Мари! Господи! Вот это... Ну все, Волкинг Дэд. Теперь это Волкинг Дэд. Гребаные воры! Думаете, что вы так просто уйдете отсюда, будто ничего не случилось? Охренеть! Черт, аз два! Охренеть! Просто на моих глазах. Хави, мы не можем ее бросить. Кого ее? Она умертва. Ой, опять еще одна мощь, заберу. Черт. Кейт, ложись. Что ты, что-то вверенье стоишь. Нет, и ты побежал. Стоп, хватит. О, Господи. Самоубийца, блядь. Что ты делаешь? О, правильно, хорош, так и надо сделать. Слушай, идти к себе стрелять в ответ. Блядь, нет смысла идти, надо стрелять. Сделай что-нибудь. Надо подавлять огонь. Пошел нахуй. Минус дал, ничего себе. Бегите. Надо еще стрелять. Еще, что-то остановился. У нее болевое ранение в лицо. Вы что? Это смерть. Зачем вы несете это? Господи. Боже. Боже, я так... Она... Я знаю, Хави. У нас будет для этого время, но не сейчас. Кейт, нужен врач. Надо спешить. Вот ее спасти нужно, действительно. У нас есть window here, man. Надо двигаться, иначе они на спид. Кейт, как ты? Хорошо. Правда. Да не правда на самом деле, надо быть ходить. Плохо. Чем дольше мы тут продавшим, тем хуже ей будет становиться. Надо бежать. Нам нужен... Нельзя больше ждать. Ух, нет смысла. Оставайся и введи дело до конца. Потому что крыша поехала. Нам нужно нахрен отсюда убираться. Один труп у нас уже есть. Если мы не остановимся, они будут снова нападать на твоих родных. Так, вот сейчас очень серьезный выбор, потому что... Ну, не знаю, нет... Ну, драться как-то тоже не очень правильно. Клементина, конечно, я понимаю, она девочка боевая, через многое прошла. И, в принципе, с ней, если бы мы были вдвоем, я бы попытался. Но здесь так много людей... Пусть Трип им поможет, а ты оставайся со мной. Вот именно! Нет, Хави, ты должен идти с нами. Не-не-не, я с Клементина стану. Хави, пожалуйста. Я главный герой, я не помру в любом случае. Мы будем драться, я согласен. Хави, прошу, иди с нами. Доставьте ее... И тем более мы еще должны отомстить за смерть, блядь. А вот эта одна смерть, это недостаточно. Надо еще переубивать этих уебков. Хави! Иди с ними. Со мной все будет хорошо. Подсоби ко мне, парень. Просто не переставай стрелять, пока они... Ну, понятно, я готов. Подавляй огонь, в общем, она мне говорит. Очень легко. Господи. Гренейля! Световая? Нет? Хави, нет? А я, блядь, могу! Call of Duty! Да, она световая. Неразрываемые узы. Часть первая. Бум! Вы еще 52 игроков остались ночью на свалке. Ну, смотрите, почти по половинкам получается. 47%. Ну, то есть я все равно за большинство. Вот такие вот дела. Это был первый эпизод. Мы переходим с вами в следующий. А, тут еще не все. Вы выстрелили в Руфуса или отпустили его? Я так же, как и большинство людей, отпустил его. Давайте досмотрим, что тут еще есть. Ух, ни хрена себе. Каковы были последствия стрельбы? То есть, представляете, кто-то избежал... То есть нас, как и большинство, заперли. Но кто-то избежал этого, кого-то не заперли. Представляете? А, кто привел вас на свалку? Пошли с трипом. Да, как и большинство людей. Так же. То есть я везде, как и большинство. О, господи. Вы сбежали с семьей или остались с Клементиной? Вы еще... И то же самое. Опять-таки, я как большинство. Да. Да, так и есть. Ну вот, такие вот дела. Переходим к следующему эпизоду. Итак, начинаем с вами второй эпизод. Вперед. Ключевое значение в этой серии игры имеет сделанный выбор. Сюжет будет развиваться, так как решите вы последняя строка из старого Волкинг Деда в моей памяти, поэтому я всегда буду ее так выговаривать. Погнали. Давай я тарелки помою. Хочу что-нибудь сделаю. Раз я к тебе вписался, писаны всегда моют тарелки. Мы друг друга родные. К тому же, если их помыть неправильно, Дэвид начнет орать, как огромный младенец. Я в этом профи. Ну, хорошо. Я мастер насчет побезделища, но, к сожалению, насчет жильчества и в азартных играх тоже. О, ну вот. Я знаю, что ты не возражаешь, но я здесь надолго не задержусь. Надо просто, знаешь, типа, как встать на ноги чуток. Ты прав, я не возражаю. Не возражаешь? Дэвид, ну, чуть-чуть, может быть. Вообще-то забудьте, что я это сказала. Я не должна была. Он вечно говорит, что у меня нет рядом, а когда я здесь ведет себя так, будто знает меня, не знает. Все сложно, но, послушай, он тебя любит, ты его брат. У него странный способ это проявить. Ну, так как ты думаешь, куда подаешься? Не знаю, после всего, вряд ли я не дадут вместо младшим помощники из рукав в детском саду. Ты еще, мол, ты выглядишь неплохо. Надеюсь, начать все с нуля было бы неплохо. Поезжу, наверное, погляжу, что и как, и где. Ну, ты замуж? А как же Дэвид? Это... Вернее, это женщина моего брата, и я с ней могу шашни крутить. Лолу, он мог ее поцеловать, и она раз за разом намекала на секс. Ааа, я теперь все понял. Охренеть, охренеть, охренеть. А что Дэвид? Кейт, я знаю, просто так дурачусь. Трудно отказать. Господи, хорошо, что я ее не поцеловал. Я бы поцеловал женщину моего брата. То есть, и с ней еще она предлагала мне секс. Шутку, якобы. Мне всегда хотелось побывать в Норвегии, посмотреть на северное сияние. Ты будешь путешествовать, а я останусь сидеть тут. Ну ты жената! Охренеть, блин. Черт, черт, черт. Это армейский стакан Дэвида. Он разорется, как я не знаю кто, и я уже его слышу. Ох, это так внушно. Давай, свали все на меня. Он купится, я же криворукий урод. Как, эээ. Это верно, вот именно. Вот так, гораздо лучше. Черт, гораздо лучше. Что за шум? Что тут такое? А страница удержать? С тобой все в порядке. Все будет в порядке. Эй! Мне его подарил командир, и новый уже не подарит, если ты только не хочешь выкупать его гребаный труп. Ну тогда почему бы нам не купить посудомышленный? Ну, ну вот опять. Тогда бы ты не стал ко мне цепляться каждый раз. Это всего лишь стакан. Он для меня много значил. Стакан? Тебя, гады, это... Вообще год не видно было. После того, как вся твоя жизнь покатилась в жопу под этот космос, мы все должны были бросить и раскаять красную кровавую дорожку. Для тебя, принц, а теперь ты начинаешь мне учить, как говорить с моей женой. Дело не в нем. Серьезно? Это он стоит там и судит меня за то, что ни черта не соображает. Отпустите. Он всегда судит всех, кроме себя самого. Знаешь что, Дэвид? Пора бы тебе открыть глаза. Кейт хочет свалить от тебя. Что? Что? Я не хотел этого говорить. Почему так так не было написано? Ты что сказал? Черт возьми, нет, мы разговаривали про путешествия. В общем, нет, я точно никакого не говорил. Вообще. Три дня. Я не хотел этого говорить. Почему так не было написано? Сказать правду. Я бы не сказал правду. Я бы не выдал ее. Игра, зачем так? После того, что вы выметаешь в садаре. Все ясно? Хорошо. Пави, это мой муж. Мы состоим в браке. Я прекрасно это понимаю. Это ты мне, блядь, сексом занимаешься. Заниматься, вернее, предлагаешь шутку, якобы. Если бы ты забыл на всю эту жизнь. Блядь, тоже мне. Рассказывают сказки, блядь. Фу. Ну, это был сон. Это было тогда еще, да, отшутка получается была, после. Ну, тем не менее, это же не менять ничего. Так. Ну, свето-шумовая взорвалась. О! Клементина уже со всеми разобралась, да? Эй, 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 спокойно. Что случилось? Они ушли. Они убежали просто? О, боже. Мариана. Мариана. Надо идти с этим и сейчас. А там галаши всякий. А, там, подожди, Мариана уже убили, точно, господи, я уже все. Я про Кейт подумал. Кейт очень плохо сейчас, и к ней тоже надо идти. Мариана даже не встанет, ее убили в голову. Даже ходячей мне будет вот это единственный плюс, наверное, из-за того, что произошло. Я уже выкопала для нее могилу. Вы какая быстрая, да? Спасибо тебе. Да. Вот это Walking Dead. Самый типичный Walking Dead, когда умирают самые хорошие персонажи. Ну, не то, чтобы самые, не самые. Не в этом дело. Умирают хорошие, это плохо. И вот в этом Walking Dead всегда уходят хорошие люди. Ну, и плохие, конечно, тоже. Ты заслуживала гораздо большего. Черт, как же так не должно быть? Хави. Спасибо, что остался. Я думаю, что ты, наверное, спас мне жизнь. Я просто промолчу. Тут нечего говорить. Ну, да, остался. Ну, спас. От закапов трупа сейчас вообще не об этом. Откуда нажимать-то? Оставить кассетный магнитофон. Оставим. Погоди, секунду. Она много лет носила эту штуку с собой. А забери ее с собой. На тот свет. Она твоя. Ну, поехали. Представляете, закапывают родного человека. И, оп, да я вообще не представляю себе такое. Мне... Прости, что я так и не нашел для тебя те конфеты. Ты заслужила жить. Можешь жить еще так, долго. Ты должна была меня похоронить когда-нибудь. Когда-нибудь очень не скоро. А вот получается все вообще наоборот. Да, конечно, нехорошо. Ты сделал все, что только можно было. Хотела она сказать, но... Не сейчас, не до этого. Кто хрипит? Зомбачала, очевидно. Ух ты, он совсем недавно как будто ходячим стал. Приветик. Что с ним? О, это как из группировки, а его убили, и он... Там. До свидания. Он тот самый, которого мы бы застрелили недавно. Вот какая-то, какой-то знак, надо бы запомнить его. Я чувствую, мы не один раз еще увидим этот символ в этой игре. У другого тоже такая была. О, черт. Что? Что случилось? Она знает, что это за знак. Клем? Она уже это видела. Я с ним уже встречалась. Кто они? Пожалуйста. Они называются Новый Рубеж. Когда я была нормальными... Когда-то они были нормальными, а потом изменились. Это клеймо у них, вроде инициации. Я вроде как застрелял у них в лагере на время. Не по своей воле. Там было плохо. Мне повезло, что я стал живым. Как именно плохо? Я оттуда выбралась, это все, что имеет значение. Ребята, ведьма, те еще засраны. Они бросили одну из своих машин, и это уже хоть что-то. О, кстати, я же должен был тебе машина. То, что ты всегда так хотела. Машинку. Я хочу отвезти тебя в пресс, и могу вернее. Убедиться, что с тобой все хорошо, но потом я снова пойду в путь. Одна ты долго не протянешь. Сама знаешь, рано или поздно. Давайте просто вернемся в пресс, когда я потом оболтаю. Не хочу клемм оставлять, если честно. Я буду цепляться всеми силами удержать клемм. Я хочу, чтобы игра продолжалась с ней. Я просто не могу отпустить клемм. Нет. Я думаю, что игра сама по себе будет с Клементиной. В любом случае завязана. И войдет же она никуда, верно? Я очень на это надеюсь. А как клемм изменился? Такой маленькой девочкой была ведь. Все помним, да? Приехали. Надо быстрее, быстрее, быстрее. У меня там человек раненый. Что с ней? Что с Кейт? Ты вернулся? Как там Кейт? Она... Операция только не... Что кончилось, или оно рассталось? Иди к ней, короче. Нужно, чтобы ты зашел к ней в лазарет. Я-то и вот... У вас лазарет в открытом месте? Такой себе лазарет. Ты снова здесь? Здоровья. Как делишки. Как Кейт. Ты знаешь, она про тебя спрашивала. Я вернулся, как только смог. Без трейбов там дело не обошлось. А потом... Мариана. У меня удалось ее стабилизировать. Однако хорошо, попади эти ублюдки чуть ниже, и пуля заодно разорвала бы стенку желудка. Ух, нехорошо было бы, наверное. Твой мальчик Гейб. Свирепый такой. Так хотел помочь, что практически силы меня вынудил. Позволить ему остаться. Да. Гейб такой. Но у нее сильно шла кровь, и он не выдержал. Ну, так что, когда она встанет на ноги? Пока что состояние стабильное, но у нее продолжается внутренняя кровотечение. Я не хочу тебя обманывать. Возможно, это лишь всего лишь вопрос времени. Ох, блин. Ну, стабильно, значит, пока хорошо. Я рада, что... Я не могу это принять. Не могу. Пока что я сделала все, что смогла. Прости, Хави. Пойду, проведу себя в порядке. А тебе имеет смысл поискать Гейб. Уходил он с очень расстроенным видом. Это... От этого ему легче не станет. И все же... Ладно, поищу. Так, ладно. Вообще, я поболтаю со всеми? Со всем с кем смогу? Начиная с тебя, паренек. Что ты вообще делаешь? Ну-ка. Что за машина? Это типа твоя? Я знаю, что три пиналла, как проклятая, чтобы привезти сюда Кейт. Слушай, дай поболтать. Ты вообще, кстати, хороший парень трипл. Как тебе дела? Нехорошо. Да, в общем, не так плохо, как могло бы быть. У нее дела, не у меня. Я перепутал, простите. Надо было тебе возвращаться с ними. С нами, да не. Твои родные, тебе не хватало. Клементину нужна была моя помощь. Она о себе может позаботиться. Твои родные, вот кому нужна была помощь. И вот, сука, он прав. Ведь прав. Им нужна была тоже помощь. Ну и Клементине нужна была помощь, понимаете? Я, конечно, понимаю, что она сама выживает, но... Anyway, как я могу оставить этого человека? Хреновая ситуация. Просто знай, я молюсь за тебя. За вас всех. И чтобы там не было, приглашаю вас всех веселиться в Брескосе. Если хочешь. Мы будем вам рады. Не могу принять такое решение, не посоветовавшись с Кейт. Поговорю с ней, и когда я станет лучше. Хорошо. Само собой пусть дама скажет свое слово. Окей, так. Да я бы тебе помог, если надо. Что ты там делаешь просто. Так, давайте сначала под вертолет сходим. Под кукурузник этот. Что здесь есть? Что там написано вообще? Я что-то не вижу. Там фри водичка написано, по-моему. Да? Возьмите свободную что-то там. Ну раз возьмите свободную что-то там, значит мы возьмем свободную что-то там. Эта бутылка вроде как. Может туда воду набрать можно? Или она уже с водой? Или черт его знает? Как ее? О, вода. Не, есть там вода, значит. Может Кейт потом дать надо будет водичку, когда ей легче станет. А вы кто такие? Поболтаем? Не поболтаем. Давай хотя бы осмотрим, например, самолет от этого вот. Кукурузник. А вот на таком самолете я летал город Канзас в прошлой жизни. Что? Ребята болтают с ними, тоже нельзя поболтать. Йоу! Как дела, не грила? Эй, да не видел тут мальчик не проходил? Руки в крови и рожи вся такая мрачная. Прошагал вон туда, ни слова не сказал. На твоем месте я бы его пока не трогал. Это просто добрый совет, как родитель родителю. У него очень тяжелый день. Не могу отпустить его шататься одному. Не сейчас. Соболезную. Кровь. Я так понимаю, не его. Его мачехи. Ради нее ты должен быть сильным, во что бы ты ни стала. Если моя фринца была в таком положении, я бы за нее дрался, как дьявол. Если мы чем-нибудь можем помочь, ты только скажи. Да, спасибо за твои слова. Тоже хороший счет. Вообще хороший лагерь. Твой парень прошагал к передним воротам. К передним воротам, то есть туда. А я туда еще схожу, наверное, но мы пока на передние ворота пойдем чуть-чуть попозже. А тут что такое, следовать можно? Стена периметра можно посмотреть на нее. Выглядит не слишком крепко. Ну, как сказать. А я бы, наверное, сказал, что крепко. А где Кейт? Я хочу поговорить с Кейт. Она же где-то там, с другой стороны вообще. А туда нельзя. Ну, пожалуйста, игра. Нельзя, походу, Кейт, да? Поэтому нет смысла. Кому я воду взял, непонятно. Ладно, пошли в передние ворота. Погуляли и хватит. Я пройду, старичок, не обижайся. Пока не бей в стенку. О, боже. Гейб? Гейб, посмотри на меня. Я хочу вернуться и похоронить Мариану. Мы ее похоронили. Все было спокойно. Как это могло быть спокойно? Я знаю, Гейб, как тебе ее не хватает. Мне тоже. А Кейт... Я нужна была во время операции. Была нужна моя помощь. И сбежал, как маленький. Ты пробовал там достаточно, чтобы принести пользу. И да, за это я горжусь тобой. Ты был там рядом с ней. Столько, сколько смог. Это не считается. Мне надоело это чувство. Чувство бессилия. Я не могу больше быть беспомощным мальчиком. Я должен стать мужчиной. Таким, как был папа. Ты уже мужчина, Гейб. Я не знаю. Да, по крайней мере, теперь я это знаю. В следующий раз я не останусь в стороне. Буду что-нибудь делать. Я должен. Слушай, Гейб. Ну, сейчас мы с тобой покажем, как ему мужчина, да? Бежим, бежим, бежим. Черт. Давайте внутрь, быстро. Быстро, блядь. Быстро, ланью. Может быть, там нам пора уходить. Посмотрим, что... Может, на меня рассчитывать. Было. Запутываюсь. Так, ну что, дорогие подписчики? Думаю, пока что мы с вами можем прекратить эту серию. А продолжим с вами уже экшончик смотреть в следующей серии. Спасибо всем за внимание, дорогие подписчики. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok